снова пасмурная погода и мы решили из этого места уезжать уже даже позавтракали вот так сказать все доедается сейчас моется посуда и отправляемся единственная незадача это то что у нас сел аккумулятор я все очень долго заряжал ноутбуки телефон и технику и короче почему-то преобразователь вообще не сработал обычно начинает срабатывать и пищит что поставить минимальный заряд чтобы машина могла завестись а в итоге я увидел просто красную лампочку на нем и это значит что аккумулятор уже сдох в ноль надо сейчас кого-то здесь в лагере дождаться что кто-то проснется и прикурить здесь есть две легковых машины автодомата дергать вообще никак бы не вариант ну сейчас посмотрим ну как вы поняли нас прикурили и мы выехали в путь приехали в starbucks грузим видосный клуб я не знаю то ли за погоды то ли из-за чего вчера был такой ужасный интернет что я четыре часа грузил буквально 30 процентов это было просто какая-то дичь по-другому не скажешь из-за этого сел аккумулятор короче трындец как лайфхак приезжайте всегда в starbucks здесь есть бесплатный вай-фай настика сейчас пойдет купить купить кофеечек ребятам какао и посидим мы припарковались но не на стоянку мы приехали в достопримечательность она в принципе достаточно чуть туристические и называется она аспиндос если видите огромное количество машин припаркованы сюда даже привозят так вот туристические автобусы вот крепость там есть такой тип амфитеатр вот прям за вот этой стеной сейчас пойдем посмотрим вход сюда платный вон они будки сейчас узнаем что по цене вам расскажем так музей карта 60 лир здесь можно еще взять слушать экскурсии за 50 прескочили вот они карты вот собственно по цене если по музейной карте 60 если просто за деньги то 100 здесь запрещены дроны запрещены сигареты и нельзя оставить штатив и в целом то снимать можно ладно далее вот такие вот билетики детям тоже дали но за ну то есть нулевые и все можем отправляться в путь можно пойти сюда наверх здесь есть туалеты можно пойти сразу вот сюда собственно главный этот аспиндос от арена вот видите про котором говорил вот она вот так вот выглядит все на английском написано ничего не понимаю вот говорю можно взять какой-то себе наушник где тебе все расскажет официал музей shop вот это вот так выглядит опять вам покажу да а это здесь просто сувенирная лавка в 10 справа видите может что-нибудь купить можно взять вот такие всякие статуэтки ну какая-то игра походу так футболки можно даже взять и вот такие вот интересные скульптуры вот а можно даже взять открыт кстати открытка тоже прикольная система и вот мы попадаем как раз вот в то самое место про которое он говорил обалденно да это очень историческое здание я здесь увидел что стоят колонки здесь видимо музыка играет вот она сцена пожалуйста очень масштабно впервые в жизни мы на такую штучку попали конечно да когда все устроили да я тоже про это думал и вот эти вырезанные узоры он видишь такие колоннады типа арки сидушки невероятно он парни ведь сразу пошли покорять на самый верх видимо да ну пойдемте тоже попробуем пройтись на самый верх посмотреть чё там наверху мирошка лучший путешественник да сыночек там настенка да слушайте вообще красота конечно стой аккуратно под ножки смотри сын тихо высота если подниматься повыше здесь нет никаких ограждений вот так вот шук 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 забираешься и дальше идешь выше вот в эти арки невероятно очень здорово очень древние выглядит конечно безумно потрясающе здесь очень много фонарей подсветок значит здесь вечером тоже круто это все подсвечивается знать так своя атмосфера так пойдемте еще чуть-чуть самое интересное я не знаю то ли это восстанавливали то ли чё структура камня они все разные нет единого как бы сохранен стиль но единого нету мне кажется просто вот это вот вот это вот это уже все новая реконструкция а вот эти камни это да это старинные ну вот мы попали в эти арки коридор прям ой здорово а там еще коры сразу видно вот отсюда уже виды ведь какая красота невероятно мне конечно очень зашла здесь прям прогулка вот так ходишь вдоль вот этих арок и открывается вид на весь мир а с этой стороны с этой стороны смотрите есть решетки это типа такие окна как здорово я конечно не знаю как здесь летом но вот сейчас в октябре людей немного и это конечно очень хорошо можно вон туда еще подняться ведь там вдалеке где люди ходят на трава и да еще туда повыше но я думаю что этого достаточно попали в такой небольшой туннель есть огромные такие стоят ворота видимо это выходы когда-то были но не сейчас сейчас и заварили и посмотрите сюда вот он такой туннель с высоченными потолками да сынок мы ехали и по пути заехали и вот гильзуме купить гильзуме и айран настика там в машине мы с мальчишками пошли заказать и вот у нас получается мы выбрали 4 начинки и при нас тут прям сразу подготовят катают и здесь прям на печи будут это все дело сейчас покажу да мальчишка подарили по гранату так на печечку вложит и не до дела запекается снатища будет а кушать мы приехали еще в одну достопримечательность это мост через реку он плюс-минус относится к этой же крепости где мы были только мост на него можно пешочком зайти сейчас это сделаем когда покушаем и горная река цвет конечно бомбический это народное блюдо вкусно очень вкусно вот он мост его арки как говорится ничего сверхъестественного но мост все равно красивый меня больше привлекает река если честно река восхитительная особенно пороге ну и конечно же цвет не пойму чего там вот какое как будто бы кто-то построил там плотину и ловит рыбу до все ходу кайф ну пойдем подойдем сейчас поближе блин как всегда что-то кто-то написал это надписи он красавчик и потрясающая река мы сейчас все реки значит сюда заехали у нас достопримечательность понятно и еще заехали в банке но типа город поменьше решили попробовать в итоге в каких-то отказывают каких-то попросили 5000 долларов это как он день из банок попросил 5000 долларов короче насчет депозита положить и 1000 лир стоит страховка итоге пошел в птт получать перевод что здесь конечно хорошая большая много людей но очередь походит быстро потому что работает огромное количество касс и учитывая что многие вы сдают посылки получает посылки денег много в кассе поэтому беспроблемно вообще выдали получал два платежа пока ходил подворник залепили чек на парковку и вот начал держать ко мне чувак машет мне такой ну парковщик вот бляха муха короче 10 лир парковка стоит цели мы в машину долго думали что дальше и решили что поедем к мы анталию точнее за анталию сторону кемера заедем там очень хороший кемпинг не есть все постираемся помоемся вайфай поймаем и так далее то подобное поработаем поживем несколько дней там ну и там уже история ближе к западу там проще с внж с банками попробуем там что-нибудь уже решить мы заехали в анталию тут пожалуйста трамвайчики метрощика в том году мы здесь прожили целый месяц а потом и ехали в аланию заезжаешь в анталию сразу чувствуется инфраструктура большой город магазины автосалоны отели классные аутлеты короче крут 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 они конечно же мы тоже решили заехать декатлон как же мы соскучились поэтому магазину здесь он просто отдельно отдельно стоящее здание сейчас походим посмотрим возможно что-то купим вообще просто посмотрим на цены и просто как говорится наш глаз насытится тем то что мы уже очень давно не видели да придется вас немножко подразнить подразнить бог стать серв доски вот как у ребят да вот да прям такое же один в один а стоимости стоимость 4 800 15000 короче но я вообще думал вот такую маленькую взять как мы все ребятки живите выбрали стулья себе в общем в такой цвет бы нам пол машины закатать и такую же мебель здесь купить декал клоне будет очень стильников ведь всякие термосочки всякий родик отдай ему мяч да он настенка то что прикольный а вот смотри это что такое полка какая-то вот пожалуйста баллоны плитки баллоны надо брать и плитку нет вот они по 75 нормально но уже не 95 вот матрасы здесь 330 вот размеры насос а вот электрический насос 390 лир здесь есть вот такой вот сама надувающийся матрас вообще прикольный и самое что мне интересно понравилось смотрите это надувная раскладушка видите как прикольно берешь раскладушку и такой матрас классная кровать купили мы в общем только газ и детворе купальные шорты теперь едем вставать в кемпинг двигаемся дальше ехать нам за кемер точнее перед кемером кемпинг гаунюк что ли называется поселочек или городок впереди очень красивые горы там конечно тучи на самом деле учитывая даже то что очень пасмурно временами моросит дождик температура 27 градусов сегодня она была 28 даже местами посмотрите какая здесь природа начинается мы едем и вспоминаем девятнадцатый год когда мы сюда восемнадцатый год когда мы сюда первый раз приехали мы ехали на автобусе здесь ну тревелорский который с аэропорта встречал и мы просто такие такие горы они так рядом эти сосновые леса это что-то невероятное вот здесь природа в анталии просто огонь право роскошные горы слева табличка бельдибий кемер так машина нам все закрыла вот пожалуйста вот именно здесь мы отдыхали а вот мы проезжаем как раз отель в котором или это не или не он гранд ринг отель вот он вот он смотрите гранд ринг отель вот в нем мы и жили прикольно заехали в этот гайнюк и все и погода просто испортится буквально через 100 метров как показал модель горы просто не видно я конечно надеюсь надеюсь пройдет этот у нас как всегда уже смело хотим заехать сюда в кемпинг с шикарным видом на горы но нам не открывает вообще нас сейчас должны встретить флаг турции ветер погода конечно не очень основа не получилось зарезервировать квартиру ну в смысле снять на пару ночей потому что ну по нашему бюджету ничего нет мы ищем мы примерно ну максимум 50 долларов кому-то пишем где-то даже есть все сразу просят минимум семь дней неделя месяц самое частое вот и по сути ничего нету ну благо здесь вроде кемпинг нормальный постираемся помоемся отдохнем поработаем здесь вроде вай-фай все есть у нас здесь ребята знакомые наши стояли на домах вот поэтому я думаю здесь все будет норм но вы если не подписаны обязательно подписывайтесь путешествие по турции продолжается в следующем видеоролике наверное мы поедем уже будем искать квартиру которую мы снимем там на три месяца на шесть там я не знаю как получится с этим тоже засада ну и продолжим путешествовать я буду с вами прощаться такой видеоролик получился ставьте лайки еще не поставили пишите комментарии это помогает очень сильно в развитии канала и самое главное что все самые нужные важные ссылки есть в описании читайте описание смотрите переходите пока в следующем видеоролике